Здравствуйте! В эфире новости на Первом Независимом в студии Лилия Орлова. Спонсор показа – магазин товаров для дома «Хоум Маркет». И коротко о главном. Воскресни и заплати. Счета за вывоз мусора «Алирон Плюс» выставил даже тем жителям Маковеева, которых нет в живых. Договор дороже денег. Удастся ли жителям золотых сел отстоять свои права и вернуться к нормальной жизни? Сомнительное новоселье. В новом микрорайоне Черемушки нет инфраструктуры совсем. Накануне депутаты ЗАГС Собрания утвердили зампредов правительства. Об итогах голосования мы уже рассказывали, но что было до процедуры голосования? Какие вопросы задавали депутаты и как отвечали зампреды? Об этом наш следующий сюжет. Здравствуйте, Владимир Владимирович. На встречу с депутатами ЗАГС Собрания Андрей Гурулев, претендент на место зампреда, пришел в хорошем настроении. Однако, по мере того, как он начал рассказывать о пожарах, поджигателях и разворовывании леса, позитивный настрой испарился быстро. 70% техники за Байкал-Пошспаса советская. Чему тут радоваться? То, что на этих машинах еще, наверное, деды наши ездили, это тоже правда, говоримая. Да, они живые. У нас даже 957 еще есть в деревнях, которые пожарный автомобиль знаменит. Они все это в наличии имеются. Нам надо как-то к этому делу подходить и менять. В таком же ключе проходит встреча со всеми кандидатами. Исполняющие обязанности заместителей председателя правительства края по очереди посещают все шесть комитетов ЗАГС Собрания. Парламентарии задают вопросы и делают свои выводы. К примеру, депутаты Комитета по молодежной политике и спорту интересуются у зампреда по экономическому развитию Александра Бордалеева, планируется ли какая-то помощь спортивным секциям, которые из-за пандемии оказались в плачевном положении. Я уже вопрос задавал, поднимал вопрос о спортивных клубах, о федерациях, где ребятишки тренируются, родители платят деньги. Сейчас ничего этого не происходит. Тренера находятся без зарплаты. Тут такая вещь по спортивным, в том числе и клубам. Мы для себя все-таки хотим их внести в свой список пострадавших отраслей. То есть там у нас же есть федеральный, от которого там все отталкивается. Но большое количество тех, кто не попал в этот перечень. Поэтому мы формируем сейчас свой перечень, который будем на своем уровне рассматривать точечно. А вообще, считаю, сейчас главная мера, которую мы должны сделать по поддержке, то, что в принципе вы видите, чтобы как можно больше отраслей у нас заработать. Самый волнительный момент для кандидатов наступает во второй половине дня. На внеочередном заседании ЗАГСобрания депутаты наконец выносят свой вердикт. По итогам тайного голосования в команду губернатора попадают все восемь действующих зампредов. Это Андрей Гурулева, Ягма Ванчикова, Андрей Кефер, Геннадий Игусев, Буянто, Батамункоев, Александр Бордалеев, Михаил Чуркин и Алексей Казаков. Все они теперь официально зампреды правительства без приставок ИО. Кандидатуры согласованы, Александр Михайловичу с ними работать, он их выбрал. Это должно на них, мы считаем, что наложить определенную ответственность уже. Это большой кредит доверия для руководителей краевых. Я думаю, что это их личная ответственность, они должны, приняв это обязательство перед представителями народа, оправдать. Не только кандидатуры зампредов накануне согласовывали парламентарий, но и главного прокурора Забайкалья. Им стал бывший прокурор Волгоградской области Максим Ершов. Сама процедура была любопытна тем, что Ершов лично не присутствовал на заседании, а был на связи в формате видеоконференц-связи. Это первый случай в истории ЗАГС-собрания, когда высокопоставленное лицо согласовывали онлайн. Гулял Хасова, Дмитрий Пенигин, ЗАПТ-ТВ. И к другим темам. Жители села Маковеево получили счета от регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Но платить Алирону люди не согласны. Мусор не вывозился, а квитанции пришли даже тем людям, которых нет в живых. Подробнее о ситуации в материале моих коллег. Буквально на днях жители Маковеево узнали, что должны платить за вывоз твердых коммунальных отходов региональному оператору Алирон+. Оказалось, что организация уже якобы два месяца вывозит мусор из поселения. Только мусоровоз, говорят жители, видели лишь раз. При этом загружать листву, траву, золу и шифер работники отказались. Говорят, что какое-то где-то собрание было, что наша глава администрации подписала договор с этим Алируном. Мы вообще в глаза ничего не видели. Глава администрации поселения тоже ничего не заключала. Более того, она сама оказалась в ситуации, когда ей насчитали сумму за большее число людей, чем действительно проживает в доме. Я как глава администрации не могу заключить на население договор. Понимаете? Во-первых, мусор – это полномочия района. Мусор – это сбор, уборка, утилизация, как это уже с 2014 года, это полномочия района. И я никак не могла бы и не могу заключить договор с Алируном для того, чтобы у людей у моих вывозили мусор. Это каждый человек должен заключить этот договор. Как выяснилось, данные о людях и их лицевые счета Алирун Плюс получил от другой организации, через которую и взымает деньги, к тому же предупреждая о начислении пении. Я сказала, говорю, почему я должна платить по этой платежке Читая Энерго. Откуда вы у меня взяли мои данные с Читая Энерго. Они просто отговариваются и все, они этого ничего не говорят. Почему люди узнали о том, кто их обслуживает, только по факту, попробовал ответить и заместитель руководителя администрации Читинского района. Ну, вообще администрация муниципального района Читинский район не оформляет договорных отношений в поселениях. Это по факту договора о прямой оферте с каждым физическим лицом заключает договор на прямую Алирун Плюс. Он в письменном виде не заключается. Это договор публичной оферты, который по факту уже вступает в силу с момента его опубликования. То есть вы в этом проблемы не видите, да? В том, что у людей мусор не вывозили, но счета им предоставили. Ну, вы мне сейчас это хотите в рамках комментариев каких-то взять. Вы приезжайте к нам, мы с вами пообщаемся. Пока разговор с руководством районной администрации только намечается, людям просто некуда девать мусор. То, что скопилось, Алирун Плюс не принимает. Мы вот с огорода, допустим, траву, вот эти вот все бытовые отходы, мы сжигаем это в бочке. И то нам сказали, что нас будут штрафовать. Пять тысяч будет штраф за то, что мы на своей территории. Мешки сгнили с прошлой осени, я вот достала опять новые мешки. То есть я сейчас опять это переложу, и это опять будет так же стоять. Вот и все. Жители поселения категорически не согласны ни с тарифами, ни с технологией расчета, ни с тем, что мусор якобы вывозят. А если смотреть широко, то и с тем, чтобы их обслуживала эта организация, ведь договоров никто не заключал. Сейчас местные жители вместе с главой поселения готовят коллективную жалобу в прокуратуру. Виктор Соловьев, Тамара Ванфули, Ирина Петрова, ЗАПТВ. Микрорайон Черемушки – хороший пример активности жителей, но никак не чиновников. В стремительно заселяемом районе совсем нет инфраструктуры. За каждый участок земли, который можно хоть как-то использовать в этом плане, жителям приходится бороться. Район Черемушки привлекателен. Построить свой дом недалеко от города захотели многие семьи. Землю выдавали под материнский капитал, молодым, многодетным семьям. Только про инфраструктуру забыли вовсе. Дошло до того, что землю, где по плану идет главная дорога в районе, отдали под участки. Департамент земельных отношений развел руками, ссылаясь на предшественников. В итоге остался всего один участок, который можно использовать под инфраструктуру. Земля, которая была предназначена под садик, под дорогу, под часть дороги, которая обеспечила бы нормальный выезд из микрорайона, роздана под жилые дома. На данный момент у нас осталась одна единственная территория, из которой мы хотим сделать парк. Но в данный момент происходит непонятная ситуация. Администрация Черновского района неделю назад поступила предложение оформить эту землю на Совет общественности, на кого-то одного, то есть на частное лицо. Высказывание очень смутило, потому что порядок действий совершенно другой для оформления. Мы опасаемся совершенно непредвиденного исхода ситуации. Во-первых, частное лицо может перепродать эту землю. Это самое первое опасение. Второе, то, что мы, если она будет, эта земля оформлена на частное лицо, мы никакие деньги привлечь сюда не сможем. В Черомышках нет садика, футбольного поля, главной дороги, нет освещения, нет асфальта. Население боится повторения ошибок. Городская администрация и департамент госимущества и земельных отношений не против парка. Все официальные ответы на руках. Дело встало за оформлением земли, только не в частной руке, а в муниципальной. Требуется остановить этот процесс передачи частной руки 100%. Сесть за стол переговоров администрации и департаменту. Это просто первичное. Это нужно сделать, договориться и так далее. То есть это самое первое. И дальше продолжает заниматься, вот как Александр Михайлович Сапожников подписал, есть возможность зарезервировать какие-то финансовые ресурсы, подмежевание и так далее. И межеваться, давать людям возможность, потому что начинать, может быть, с этого года проводить, привести это все дело в порядок, соответственно, это субботник, возможно, и так далее. И может давать саженцы, высаживать потихонечку, начинать его осваивать, чтобы даже сама администрация, мы все увидели, что да, действительно, людям это интересно, люди хотят и люди будут этим заниматься. Ну а по настроениям людей мы прекрасно видим, что они это и хотят, и будут этим заниматься. На этом месте уже высаживали деревья, потом все снесли под новую магистраль теплоснабжения. До прокладки так и не дошло, заровняли. Только теперь вместо деревья в пустырь. Жители опасаются повторения ситуации и ждут бумаги с печатью, которая докажет, что их будущий парк никто не снесет. Вячеслав Бартницкий, Дмитрий Пенигин, ЗАПТ-ТВ. Сотрудники полиции в щите задержали пьяного мужчину, который спровоцировал пожар. Об этом сообщается на сайте ОМВД России по Забайкальскому краю. Возгорание произошло в районе улицы Жуково-Ивановская. Трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения решили покурить. Один из них бросил горящую спичку в сухую траву. От порыва ветра огонь быстро распространился по полю, в сторону жилых домов и близлежащей автозаправочной станции. Возгорание ликвидировал прибывший пожарный расчет. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение требований пожарной безопасности», совершенное в условиях особого противопожарного режима. Нарушителю сейчас грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Бозинская центральная районная больница закрыта на карантин. У двух медицинских сестер медучреждения выявлен коронавирус. Об этом накануне сообщила прислужба Министерства здравоохранения края. По информации Минздрава, медработники входили в число контактных лиц, больных коронавирусом пациентов. Персонал поликлиники переведен на домашнюю самоизоляцию. Работники, пациенты, находившиеся в больнице в момент выявления заражения, закрыты на 14-дневный карантин в самом стационаре. Теперь экстренно госпитализировать больных будут военный госпиталь Борзи и краевую больницу Краснокаменска. Для забайкальских перевозчиков снизили транспортный налог. Предприятия, включенные по состоянию на 1 марта этого года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие автомобильные пассажирские и грузовые перевозки, будут платить вдвое меньше. Снижение налога не касается легковых такси. Также для бизнесменов, использующих упрощенную систему налогообложения, решено установить льготные ставки. При условии, что объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равняться 2% вместо 6%. Ежегодная акция «Георгиевская ленточка» пройдет в России в онлайн-режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения «Волонтеры Победы». Участникам акции предложили найти Георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них, говорится в сообщении. Если ленточка не сохранилась, то желающие принять участие в акции смогут наложить виртуальную ленту на свое фото в социальной сети Instagram. Отметим, что акция «Георгиевская ленточка» в этом году пройдет в 15-й раз. Впереди у нас короткая реклама, мы вернемся через несколько минут, не переключайтесь. Наш выпуск продолжается, идем далее. Золотые села. Общественные слушания прошли в селах Танха, Ильинка и Новотроицк. Главное в повестке – генеральный план и перевод сельскохозяйственных земель в промышленные, где не останется ни коров, ни грибов, ни леса. Так о своем будущем рядом с предприятиями по добыче золота говорят жители сел. Чем же закончились слушания, расскажет Вячеслав Бортницкий. Взаимоотношения жителей сел Танхи, Новотроицка и Ильинки с промышленной компанией «Кварц» сложно назвать выгодными и соседскими. Даже слово «терпимые» тут подходит с трудом. Редкий случай, когда золотодобытчикам есть дело до населения рядом с их разработками. Все дело в новом генеральном плане, который надо утвердить с учетом лицензии компании «Кварц». Без общественных слушаний не обойтись. Представители золотодобывающей компании, администрации сельского поселения Читинского района и проектировщики гемплана выехали на встречи с жителями. Разве так можно делать? Я хоть не специалист. Вы должны вот здесь, по речке сейчас у нас занимаются, у Ладыданска тоже в виде золотарей. Они как делают? Приехали, пробурили, взяли анализ, поехали дальше. А вы все разрушили. Поедут эскаватором, копнули, ямы раскопали и бросили. Все не так? Правильно, правильно. Так или не так? Так оно и было, есть не было. Что вы можете сказать мне против? Потому что я, как говорится, все своими руками уже здесь прошел. Вы все кончили, речку, воду, мы воду, в том числе и я, воду берем с речки. Дети купаются здесь в речке. А что? Все кончили. Никаких гольяшек, буквально ничего не осталось. Буквально у меня была... Вот, все, поедем и давайте, товарищи. Будем, наше это общее дело, я понимаю. Ну, надо же как-то, чтобы и вы, вот, раз вы на нашей территории что-то делаете, делайте раскопки. Вот еще жили все. Так надо это возместить для народа, для наших детей. Приступим делать рекультивационную работу с 21-го года. С 21-го. Я вас спрашиваю про 19-й год, когда вы нам отвечали на ваши вопросы. Проекта рекультивационного не было. А, правиль-то не было. Просто это была говорильня у нас, да? Не была, мы пытались сделать его с 19-го года. Все так, так же, как и сейчас. Значит, это тоже говорили мне, выходит. Все? Так же, как и сейчас. Я им очень сложно знать. Глазки замазаны, да и все. Галина Павловна. Галина Павловна, мы можем предоставить проект, вам наручную его привезти и показать рекультивационную работу. Пожалуйста, вы его, пожалуйста, в клуб мне предоставьте, чтобы я его могла оформить в стенд, чтобы люди могли прийти и прочитать. Ну, он большой, сильно. Ничего страшного. В селе Танха больше добывать золото не будут. По плану только не в первый раз обещанные рекультивационные работы. Вы уже 10 лет работаете, вы уже 10 лет работаете и еще не сделали ни грамма, ни миллиметра рекультивации. Там уже начинаются делать свалки, там уже, черти знает, корову ломают ноги, там уже, сами понимаете, что там творится. Такие холмы, местами там, где косили сено, там тоже все, значит, сплошные горы. Туда не проедешь уже местами, там же все дороги засыпали. А вы, говорите, 20-й год, 10 лет ничего не делали. Вот пока там ничего не сделаете, и надо так, сделали, рекультивируете, следующий объем. Вот тогда, может быть, наше поселение и подумает о том, давать ли вам эти земли. Ну, три дня они могли выгнать быка, потому что он заблудился среди отвала. Представляете, такой лагерин. Я своему говорю, ты заблудишься, ты сам не выйдешь, брось ты этого быка. Ну, потом, слава богу, там ребята, они трактором его выгнали, этого быка. А если ребенок пойду, ребенок заблудится. Дети там, мы их удержали, мы можем детей, они на речку ходят. Это представляет безопасность детям, которые здесь проживают, обучаются в школе. И я, как директор, прямо вам вот публично заявляю, это угрожает безопасности детей. Ильинские дети, у них школа 9-летка. Но они не получают образование в 10-11 классе. Почему? Потому что такая дорога, по которой я не могу пустить, школьный автобус. У меня есть школьный автобус. Мы возим из Танхи детей. Я с радостью возила бы из Ильинки этих детей. У нас два автобуса. А какая дорога? А Ильинцы там пищат, они визжат от вас. Они там у нас сейчас просто, вы там еще не были? Они вас вынесут вместе с машинами. Вы куда еще лезете? Вы что творите, а? Вы последнюю деревню хотите угробить? А? Вы последнюю деревню угробляете? Да ладно. Здесь люди родились, здесь живут. Здесь помирать собираются. И где здесь помирать? Мы жили столько лет, работали, трудились. Деревню построили. Все, как-никак она, боленька, дышит и дышала. А вы вообще хотите кончить их. И будем жить мы в руинах, Вадим. Вы же ничего не заравниваете. Вы весь, всю почву, которая дает траву, вот это все, вы это все уничтожаете. Одни орыхи, одни орыхи кругом. Вы когда ехали сюда, вы видели, что натворили за эти несколько лет? Ни коров, ни грибов, ни леса. Вы сейчас барханы нам оставите, денежки свои сделаете и поехали. А вы же видите, как хотите. Почему вы с людьми-то не считаете? За вас там все куплено. Мы сюда вызывали, прокуратура приезжала, обещала. Депутаты приезжали, обещали. И никто ничего. Раз, им все рты заткнули и номера записывали, кто выступал. Мужики, кто приезжали здесь. Зашугивали. Я что, не видела? Все было. Просто все молчат. Ну, я сейчас уберю. Это ты мне приедешь. Да пусть едут, я не боюсь. Мне терять нечего. Одна корова только, и дети. Ну, курочки только. Это же слово какое-то. Нехорошая ситуация? Да кого-то, а не проще? А 500 км от деревни уехать вам и все, кадринифили. Оставьте нашу деревню в покое. Или у нас леса, наши поля. Ну, дайте нам жить спокойно. Мы не можем жить. В покое не оставят. Добывать золото все равно будут. Участок есть. Лицензия тоже осталось решить с генпланом. Основные требования жителей сел. В изменение генерального плана отказать. Пока не будут решены следующие вопросы. Безопасность детей, безопасность линий электропередач, уничтожение леса, полей и дорог, отсутствие рекультивации, изменение русла реки Кручина, нарушение водоохранных зон. Я правильно понимаю, если у вас получится, получается, встать в этот план, вот с теми поправками, которые есть, да, то вы от линьки отойдете? Да. Да, то есть нам для выполнения лицензионного соглашения по домучу золота... Вам все равно добывать надо, в любом случае. Конечно, конечно. А сегодня мы этого делать не можем, потому что были не внесены в 2016 году. Хотя лицензия уже действовала 12 лет на дому. Если вы сейчас войдете, то вы от линьки отойдете, получается. Да, да. Как вы вообще думаете, у вас получится это сделать, учитывая вот такой негатив от жителей? Ну, я, честно говоря, не готов готовить комментарии, что решат жители. Ну, я так понимаю, согласительная комиссия принимает решение в течение какого-то времени, там, да, ну, посмотрим результат. Ну, видим настрой жителей, примем любое решение жителей. Как решится судьба трех сел в окружении золотодобытчиков? Покажут результаты согласования геймплана с учетом протоколов общественных слушаний. Следите за новостями на нашем телеканале. Вячеслав Барницкий, Ирина Петрова, ЗАП-ТВ. Лесные пожары возникают по вине человека. Остановить и победить огонь призвание сильных. Лесные пожарные авиалесоохраны Федерального агентства лесного хозяйства. Надежный щит российского леса. В канун 75-летия победы забайкальцы были ошарашены новостью. В этом году придется забыть о традиционном параде. С таким решением согласны далеко не все. Активисты предложили альтернативу бессмертному полку и праздничным концертам. Ехали много суток. Вышли с девочками на какой-то станции с ведром, чтобы воды набрать. Оглянулись и ахнули. Один за одним шли составы. А там одни девушки. Поют, машут нам, кто косынками, кто пилотками. Стало понятно. Мужиков не хватает. Полегли они в земле. Или в плену. Теперь мы вместо них. Мама написала мне молитву. Я положила ее в медальон. Может, и помогло, но я вернулась домой. Я перед боем медальон поцеловала. И когда он появился третий раз, это же одно мгновение. То появится, то скроется. Я решила стрелять. Решилась. И вдруг такая мысль мелькнула. Это же человек. Хоть он враг, но человек. И у меня как-то начали дрожать руки. По всему телу пошла дрожь, озноб. Какой-то страх. Ко мне иногда во сне и сейчас возвращается это ощущение. После фанерных мишеней стрелять в живого человека было трудно. Я же его вижу в оптический прицел. Хорошо вижу. Как будто он близко. И тут внутри у меня что-то противится. Что-то не дает. Не могу решиться. Но я взяла себя в руки. Нажала спусковой крючок. Не сразу у нас получилось. Но не женское это дело ненавидеть и убивать. Не наше. Надо было себя убеждать. Уговаривать. Никогда я не прожил бы жизнь так, если бы не ты, Варя. Спасибо тебе, родная. Человек стареет, а небо вечно молодое, как твои глаза, в которые только смотреть да любоваться. Они никогда не постареют, не поблекнут. Пройдет время, люди залечат раны, люди построят новые города, вырастят новые сады. Наступит другая жизнь, другие песни будут петь. У тебя будут расти красивые дети, ты еще будешь любить. А я счастлив, что ухожу от вас с великой любовью к тебе. Твой Иван Колосов. Письма с фронта. Такие трогательные, живые. Их строчки хранят память о тех, кого больше с нами нет. Нежность слов, запечатленных на бумаге, несравнима ни с чем. Многие из этих писем дописывались бойцами за секунду до смерти. Здесь в каждой букве, в каждой запятой огромные чувства и вера в лучшее. Авторов этих писем уже давно нет с нами, но память о них жива в сердцах и по сей день. Ежегодно, 9 мая, миллионы людей выходят на улицы городов, чтобы пронести портреты своих родных в бессмертном полку. Пандемия внесла свои поправки. В этом году власти Читы были вынуждены отказаться от проведения традиционной акции. На смену пришла иная идея. Активисты предлагают забайкальцам зажечь в окнах квартир свечи в памяти о тех, кто ценой своей жизни шел к Великой Победе. Телеканал ЗАП-ТВ присоединяется к акции и приглашает к участию вас. Для этого нужно 9 мая ровно в 9 часов вечера зажечь обычную свечку в окне своей квартиры. Объединимся в Великий День Победы для того, чтобы ощутить атмосферу такого значимого для всех нас праздника. 9 мая. Зажги свою свечу. На этом наш выпуск подошел к концу. О новых событиях вы узнаете завтра. А прямо сейчас вас ждет прогноз погоды. Всего доброго и до новых встреч. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на канале ЗАП-ТВ. Спонсоры показа – магазины Интимиссими и Кальцедония. Мое идеальное нижнее белье Интимиссими. Интимиссими. Роскошное нижнее белье для женщин и мужчин. Пожалуй, лучший подарок в наше время. 1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник – День Труда, который изначально носил название День Международной Солидарности Трудящихся. В этот день будет малооблачная погода в Чите и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до 0 градусов, днем воздух прогреется до плюс 16. Я желаю всем отличных выходных и до встречи на канале ЗАП-ТВ. Кальцедония и ее уникальный ассортимент. Колготы из кашемиры, купальники, леггинсы, мужская и детская коллекция носков и даже для самых маленьких модниц шикарные колготки и леггинсы. Итальянские бренды. Магазин Кальцедония. Торговый центр Макси. Магазин Кальцедония. Торговый центр Макси. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»